Привет! Ты на канале Бега, меня зовут Илья. Астрологи объявили начало теплой погоды и количество роликов о садовой технике увеличилось в разы. И мы, конечно, не станем исключением. Майя уже хорошо так в разгаре, а значит самое время задуматься о том, что скоро у тебя на участке вырастет трава и ее нужно будет чем-то убирать. Сегодня я покажу тебе три газонокосилки от шведской фирмы Stiga. Бензиновая, электрическая и аккумуляторная. На любой вкус, так сказать. По итогам этого ролика ты поймешь, какой тип косилки нужен именно тебе. И, конечно, в конце я расскажу, как выбранную тобой косилку у меня забрать. А теперь в путь. Переместились мы с тобой из нашей прохладной студии под палящее майское солнце. И вместе с нами косилки от Stiga. Что-то тут как-то очень жарковато. Пойду-ка я переоденусь. Во, совсем другое дело. Итак, смотри, у нас с тобой сегодня три косилки от Stiga. Аккумуляторная, коллектор 132АЕ, электрическая Stiga Combi 44Е и бензиновая Stiga Combi 48Q. Футбольного поля у меня, конечно, с собой нет, к сожалению. Но я думаю, что и этого сада нам с тобой хватит, чтобы протестить эти косилки и понять, какая из них нужна именно тебе. Первое, на что стоит обратить внимание, это вес. У аккумуляторной косилки вес 9 кг, у электрической 14 кг, а бензиновая весит 28 кг. И коробку с ней одному лучше не таскать. Второй вопрос – это ширина и высота скашивания травы. У аккумуляторной высота от 30 до 70 мм, режима регулировки высоты у нее 3, а ширина скашивания 30 см. У электрической диапазон высоты от 25 до 75 мм, а режимов регулировки 6, ширина скашивания 42 см. И у бензиновой диапазон высот от 22 до 80 мм, режимов регулировки 6, а ширина скашивания 46 см. Третий вопрос – это объем травосборника. У аккумуляторной, естественно, он самый маленький, он 30-литровый. У электрической он на 50 литров, а у бензиновой на 60 литров. То есть ты понимаешь, какие примерно объемы работ закладывал производитель для каждой из косилок. Кстати, бренд – это шведский, но при этом аккумуляторная и электрическая косилка собраны в Китае, а бензиновая в Словакии. И да, еще одно очень важное различие – у электрической и бензиновой косилки есть режим мульчирования, его у аккумуляторной нет. Мульчирование – это когда трава мелко-мелко нарезается и вылетает из косилки уже в виде, получается, готового удобрения. Эта процедура останавливает размывание и выветривание почвы и полезных веществ из нее. Она способна защитить корни растения от перегрева летом и от промерзания зимой. Так, ну, по характеристикам мы с тобой вроде пробежались. Самое время и покосить. Итак, сначала мы будем с тобой косить аккумуляторной газонокосилкой. Для того, чтобы и покосить, естественно, нужно зарядить аккумулятор. Аккумулятор у нее литиево-ионный на 20 вольт на 4 ампер часа. С полностью разряженного он заряжается за 2,5 часа. Вставили. Дальше ключ безопасности. Без него она не поедет. И можно косить. Но еще одна важная штука. Нужно, когда будет регулировать высоту, возможно, ты не сразу ее найдешь, потому что она очень хитро спрятана. Вот в этом месте у косилки регулируется высота. То есть тебе нужно поднять каждое из колес и поставить на один из трех режимов. То есть получается там 30, 50 и 70 миллиметров. Выбирай ту высоту, которая нужна именно тебе. Заряжай. Кнопка. Рычаг. И можно косить. Следующая косилка электрическая. Она самая немобильная, но при этом самая простая в эксплуатации. Ты просто подсоединяешь ее к сети. Вот здесь нажимаешь на рычаги и поехал. Из особенностей. В крышке травосборника у нее есть окно. То есть тебе не обязательно заглядывать внутрь, чтобы понять, сколько у тебя там осталось свободного места, а сколько травы у тебя там уже лежит. Просто посмотрел через окошко и увидел. Регулировка высоты у нее вот с этой стороны. Удобная ручка. А больше тебе сказать нечего. Давай косить. Редактор субтитров А.Семкин А теперь, ребят, немного трэш-контента. Вот что будет, если неправильно установить насадку демульчирования. Не повторяйте моих ошибок. Косите правильно. Техника прослужит вам больше, чем мне. Не, на самом деле с косилкой все нормально. Просто сломалась пластиковая насадка. Продолжаем. Ну и осталась бензиновая косилка. Ее для того, чтобы запустить, нужно залить маслом и бензином. Как ты понимаешь. Смотри, бензин у нас заливается вот сюда. Емкость бака 0,75 литра. Так что не переусердствуй. Так. Масло у нас заливается вот сюда. Здесь у нас есть щуп, который покажет тебе, как много у тебя масла. Масло тоже наливай очень-очень аккуратно. Я когда заправлял косилку, я налил вот прям совсем чуть-чуть, и мне уже показалось, что почти максимум. Так что очень внимательно и аккуратно. По чуть-чуть. Высота кошения регулируется вот этой ручкой. Вот этот кожух предназначен для бокового выброса травы. Открываешь, подсоединяешь специальную насадку, и поехали. Но мы пока будем косить по-нормальному, по-человечески, в травосборник. Сейчас зальем бензин, и вперед. Ну, я думаю, нам хватит. Поехали. Ну, сейчас посмотрим, заведется или нет. Занялась! Занялась! Поставим сейчас насадку для бокового сброса, и посмотрим, как она работает. Так, смотри. Отжимаешь вот сюда, поднимаешь вот эту, и ставишь вот сюда. Так, ну что, смотри, мы с тобой покосили всеми тремя косилками. В процессе эксплуатации я узрел несколько странных моментов. Во-первых, у аккумуляторной косилки под очень странным углом находится травосборник. То есть, трава скапливается в нижней половине, а верхняя остается пустая. И получается, что он задействован наполовину, на 50%. Это не очень удобно. Вторая штука. Я тебе говорил, что здесь у электрической косилки стекло, которое позволяет увидеть, сколько там травы лежит в травосборнике. На самом деле, под ярким солнцем вообще ничего не видно. То есть, получается, и зачем оно? Бензиновое, да. Ну, оно просто очень шумное, тяжелое. И пахнет. Вообще не экологичное ни разу. А так, в целом, других минусов нет. Кость хорошо. В общем, мы сейчас покосили ими отдельно. Сейчас я здесь специально оставил ровный участок, 16 метров в длину. Мы пройдемся, каждый из косилок, примерно на одной высоте. У меня три пустых травосборника. Пройдемся туда и обратно. И посмотрим, во-первых, с высотой примерно 30 сантиметров, как они эту траву скосили. И посмотрим, насколько заполнился травосборник. Вот, впьет. Ну что, наш небольшой тест, собственно, подошел к концу. Смотрим травосборник бензиновой косилки. Эть. Ну, насколько он заполнен? Почти наполовину, мне кажется. Ну, типа, да. Окей, наполовину. Хотя, проехали-то вроде. Так, а он на 60 литров. Так, ну-ка, этот что нам скажет? Тут, ну, меньше, чем наполовину. То есть, возможно, здесь была не такая густая трава. Хотя мне казалось, что самая-то густая трава была вот, где я косил, аккумуляторной. Но нет, смотри. Вообще капелюшечка. То есть, непонятно, то ли он пропускает, то ли что. По итогам одного и того же проезда самый большой травосборник на 60 литров у нас наполнен наполовину, а самый маленький на 30 литров наполнен на треть. А это означает, что при кошении газона стандартная логика не работает. Поехали дальше. Так, ну что, в длину мы проехали. Теперь у меня осталось чуть меньше половины газона. Мне нужно его докосить. Поэтому мы просто берем каждую косилку и косим ей до тех пор, пока у нас не заполнится травосборник. В путь! Музыка. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... И закончили упражнение. Ну что, вот мы с тобой и газон покосили, и косилки потестили, и я даже, наверное, успел немного загореть. Самое время возвращаться обратно в нашу прохладную студию. Ну вот, собственно, мы снова здесь. Не та футболка. О, другое дело. В общем, это был интересный день. И думаю, я смог показать тебе, на что способны эти косилки, и ты уже выбрал ту, которую хочешь взять себе. Смотри, аккумуляторная косилка, да, она, конечно, мобильная, она небольшая, но, скорее всего, она не подойдет для больших газонов. Если у тебя небольшой участок, и ты косишь газон где-то раз в неделю, аккумуляторная, самое то. Электрическая, да, помощнее, травосборник побольше, но, сам понимаешь, она с проводом и не всегда удобная. Бензиновая, ммм, если у тебя большой участок, нужно много косить, бензиновая твой вариант. Залил, зарядил и вперед. В общем, ты уже выбрал косилку, которую хочешь забрать, и ты сможешь ее забрать. Это очередной конкурс. Ставь лайк этому ролику, подписывайся на канал, если почему-то еще не подписался. И напиши в комментариях, какая из трех косилок понравилась тебе больше всего. Через две недели мы подведем итоги, и ты сможешь забрать эту косилку. Пока!